Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Лилия Талипова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Министр науки и высшего образования России Михаил Котюков посетил Казанский университет. Ректор КФУ Ильшат Гафуров провел переговоры с министром образования Объединенных Арабских Эмиратов. В КФУ прибыла делегация Республики Корея. Директор научно-клинического центра претензионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета Альберт Резванов удостоен звания почетного профессора фундаментальной медицины Нотингемского университета. Звание почетного профессора присваивают лидерам различных отраслей науки, образования и бизнеса за особый вклад в укрепление связей с британским вузом. За последние три года под руководством профессора Резванова в сотрудничестве с Нотингемским университетом опубликовано 18 статей, ведущих в международных рецензируемых журналах. Получено несколько грантов на академическую мобильность сотрудников КФУ и Нотингемского университета. А теперь к другим новостям. 23 августа министр науки и высшего образования России Михаил Котюков посетил Казанский университет. В ходе визита он ознакомился с работой университетской клиники и передовыми медицинскими разработками КФУ. Более подробно смотри далее. В рамках 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills состоялся визит министра науки и высшего образования Российской Федерации Михаила Котюкова. В рамках визита ректор КФУ Ильшат Гафуров продемонстрировал министру несколько объектов Казанского университета. Отправной точкой стала лаборатория генной и клеточной технологии, расположенная по адресу улица Парижской коммуны, 9. Здесь первоначально начинались исследования и поиски новых подходов к генной и клеточной терапии человека и животных. В настоящее время разработка генно-клеточных технологий, стимулирующих регенеративные процессы в организме, ведется на базе Института фундаментальной медицины и биологии КФУ и НОЦ-фармацевтики, созданного для разработки и испытания лекарственных препаратов в рамках федеральной целевой программы «Фарма-2020». В структуру НОЦ-фармацевтики входят несколько баз и отделов медицинской химии, поисковых исследований, доклинических исследований – помещения для содержания лабораторных животных и прочее. Исследования, проводимые на базе Казанского университета, являются социально значимыми. И по мнению авторов лекарств и технологий лечения, в случае выхода препаратов в производство они способны спасти не одну тысячу жизней. По отработке именно поиска маркеров как предрасположенности, так и разработка программных, здоровоизберегающих программ для минимизации воздействия химических проверок. Там сейчас в планах кровь, кровь моча. В рамках визита ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров рассказал о завершении строительства и оснащении научно-клинического центра претезионной и регенеративной медицины. Уже в текущем году исследовательское учреждение станет своего рода мостом между фундаментальной наукой и клинической практикой, причем максимально коротким. Эффективность проекта определяется не только степенью вовлеченности научных и медицинских работников, но и готовностью представителей реального сектора экономики вкладываться в развитие направления. К слову, отдельно в рамках визита рассмотрели итоги работы российско-японского центра КФУ Урикен, возглавляемого Олегом Гусева. Начавшийся с проекта научно-исследовательской лаборатории экстремальной биологии, он перерос границы стран и континентов. Мы выяснили, как вывели первую в мире клетчатую культуру, единственную, которая может храниться без воды. Можем ее высушить, она может десятилетиями лежать, мы заливаем водой. Это какого-эда хомосапиенца, выдаритесь. А вот это наша цель. Сейчас большой проект геномный, по геномным программам, не протеинцемы, совершенно отдельный. Мы собрали коллекцию самых топовых экстремофильных организмов. Именно экстремофильных. И используя широкий скрининг геномный, мы хаотично внедряем его в клетки человека и насекомых. Вы как-то пытаетесь систематизировать эти данные? Именно так. Мы используем метод секвенирования отдельных клеток. И мы понимаем, комбинация каких генов с какими дает вот этот новый эффект. Таким образом, за короткое время визита удалось не только ознакомить министра с основными тезисами стратегии развития вуза, но и продемонстрировать эффективность выбранного направления и вклад Казанского университета в науку и реализацию национальных проектов России. С визитом в Казанский федеральный университет прибыла делегация Объединенных Арабских Эмиратов. Ректор КФУ и члены делегации обсудили возможности сотрудничества в интересующих обе стороны областях. О том, как прошла встреча, мы расскажем вам далее. Казанский федеральный университет различного рода организациями Арабских Эмиратов являются единичными. Полноценное взаимодействие пока не налажено. Среди тем, которые могли бы быть интересны обеим сторонам, Ильшат Равкатович обозначил следующее – молекулярная биология, медицина, информационные технологии, нефтехимия, математические и физические изыскания. К слову, если говорить о нефтехимии, то задел для развития взаимодействия уже имеется. Благодаря сотрудничеству КФУ и Хелдартапсо в ряд компаний Арабских Эмиратов поставляются катализаторы, разработанные учеными Казанского федерального университета. Этой области в ходе переговоров было уделено особое внимание. Презентацию приоритетного направления «Эконефть» сделал его руководитель Михаил Варфоломеев. К поступившим предложениям министр образования Арабских Эмиратов проявил большой интерес. Также в качестве варианта сотрудничества министр образования Объединенных Арабских Эмиратов предложил рассмотреть возможность приглашения школьников из Объединенных Арабских Эмиратов в КФУ для участия в различного рода летних школах. Учащиеся ездят по всему миру, но с Россией такой формат взаимодействия еще не налажен. В ответ на это ректор Казанского университета обозначил, что в структуру вуза входят два лицея, и можно рассмотреть вариант разработки и проведения совместных летних школ, к примеру, в области IT-технологий на базе IT-лицея КФУ. Опыт реализации подобных проектов уже есть в области математики и физики с Московским физико-техническим институтом. Делегация Республики Корея во главе с президентом Службы развития человеческих ресурсов Кимом Доном Маном посетила Казанский федеральный университет. В ходе встречи стороны также обсудили возможные направления партнерства, в частности, в сфере государственного и муниципального управления. Подробнее смотри далее. Казанский федеральный университет принял делегацию Республики Корея во главе с президентом Службы развития человеческих ресурсов Кимом Доном Маном. По традиции гости посетили музей истории Казанского университета, императорский зал и ленинскую аудиторию. Далее состоялась встреча сторон. КФУ представил проректор по внешним связям Ленар Латыпов. Он рассказал о приоритетных направлениях, также о сотрудничестве с научно-образовательными центрами Республики Корея. В 2018-2019 году в КФУ обучались 7 студентов из Кореи, 25 стажеров, а также один аспирант. В период с 2015 по 2019 годы совместно с научно-исследовательским центром Республики Корея опубликовано 189 статей по физике, астрономии, медицине, биохимии, генетике, молекулярной биологии, сельскому хозяйству и биологии. Говоря о 45-м международном чемпионате рабочих профессий, глава делегации особо отметила студентов-переводчиков корейского языка КФУ. Ким Дон Ман добавил, что их слаженная работа станет хорошим подспорьем для участников WorldSkills из Кореи. В ходе встречи стороны также обсудили возможные направления партнерства, в частности в сфере государственного и муниципального управления. Лилия Талипова, Виолетта Басова, Универ Ньюс. В спортивно-оздоровительном лагере «Буревестник» КФУ проходит образовательная смена «Лидер» для студентов Елабужского и Набережно-Челнинского институтов КФУ. Участниками смены стали более 100 ребят. Более подробнее смотри далее. Профильная смена «Лидер» объединила более 100 студентов Елабужского и Набережно-Челнинского институтов КФУ. Одной из самых интересных встреч стала беседа с директором Елабужского института КФУ Еленой Мерзон и руководителем Набережно-Челнинского института КФУ Махмутом Ганиевым. Руководители вузов пообщались со студентами в неформальной обстановке, поделились секретами успеха и рассказали о своем пути профессионального становления. Беседа получилась особенно увлекательной, так как студенты получили возможность задать интересующие их вопросы и получить подробные ответы. Я в Буревестнике отдыхаю не в первый раз. Тут классные места, условия. И я просто рада, что эта смена проходит именно с двумя институтами, потому что КФУ, он един, и мы должны дружить все вместе. Буревестник – это очень классное место для студентов, где они могут хорошо отдохнуть, избавиться от каких-то своих проблем, отвлечься, провести хорошее время и познакомиться с новыми людьми. Смена продлится до 30 августа. За это время ребята примут участие в увлекательных квестах, творческих вечеринках и образовательных мастер-классах. Лилия Талипова, Сирена Иванова, Айдар Нурмиев, Универ Ньюс. На этом все. Не забывай смотреть на социальных сетях. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!